Слушайте, до чего я люблю вот эти вот утра, утра на телерадиоканале Страна ФМ с ударением. У меня, как все обычно, Влад Кутузов, Валерия Майорова в студии по-прежнему находятся. Все не путай имена, да, мы об этом сейчас долго смеялись. И прекрасно, когда к нам приходят артисты, актеры, потому что эфир не начался, а мы уже хохочем. Уже хохочем, да. Ну и самое главное, вот мы все время про музыку, то мы же можем говорить часами про музыку, про музыку, про музыку. А вот про актерские какие-то моменты, да, вот то, что мы не освоили, в чем мы некомпетентны совершенно, но по-хорошему некомпетентны, потому что мы не вхожи в эти круги, нам поговорить всегда интересно. Иван, сейчас происходит то же самое, о чем я говорил. То есть мы за эфиром поговорили, и Валерий думает, что мы уже, мы тебя объявили. Ну, давайте, давайте. На самом деле нет. Друзья, у нас в гостях актер театра и кино, музыкант Иван Рудаков. Спортсмен еще плюс ко всему, об этом сегодня поговорим. Да, есть такое. Иван, доброе утро. Доброе утро. Иван, что пришел. Он, кстати, не один, а с инструментом, с аркустической гитарой, поэтому сегодня плюс к интересному захватывающему разговору будут еще и песни у нас звучать. Так, Иван. Да. Я знаю, что сейчас целых два сериала готовятся к выходу на Первом канале. Есть такое. И я предлагаю прям с них и начать, так сказать, вот прям для разминки, чтобы разогнаться, разогнаться, а потом во все темы как ух. Ну, два сериала – это «Ланцет» и «Страсть». Ланцет – это что такое? Ланцет – это такой хирургический инструмент. Его сейчас они уже не используют, насколько я знаю. Это обоюдоострый скальпель. Очень опасная штука. Ланцет – это, так как бы, так сказать, кличка главного героя. Такое философское какое-то, вот какой-то философский подтекст. Ну, смотри, с какой стороны, посмотри. Да, да, да. Обоюдоострый. С обоюдоострой стороны. Вот. На самом деле, это такая, значит, криминальная, как бы, драма, мелодрама, так можно сказать. Мы, значит, Паша Трубинер главную роль играет. Я его, как бы, так сказать, напарник, получается. Он играет хирурга, который расследует всякие больничные преступления. Ну, то есть, ну, ты играешь хорошего персонажа. Да, да. Я играю полицейского, я играю следователя СК майора Звонарева. Он такой, Звонарев. У него такой, голос у меня, он такой, как бы, в образе, как, немножко, немножко, Володя Высовского немного. А теперь горбатый, я сказал. Слушайте, хорошо, хорошо. Слушайте, хорошо, хорошо. Работу делаем, ребята, работу делаем, все. Не расслабляемся. Так, так, так. Ну, и, значит, вы там расследуете всякие преступления, наказываете виновных. И, ну, любовная линия-то есть, ну, не между вами, я имею в виду, там, ну... Есть, есть любовная линия у всех. У всех. Мой персонаж страшный бабник. Разулыбался. Довольный такой. Да. У каждой две серии у нас новое преступление, и у моего персонажа новая женщина. О, как хорошо. Очень удачная роль, я считаю, прям так нормально. И сейчас Валерий должен спросить, Иван, а насколько соответствует твой образ тебе самому в реальной жизни? Я хотела спросить, но я знала, что вы надо мной посмеетесь, поэтому не стало, да. Так, я еще хотела что спросить, а вот медицинский сериал, есть же такая специфика, да, вот медицинский юмор. Вы сталкивались как-то на съемках, может быть, чем-то? У меня был там, у меня персонаж-то, он не медицинский. Не, ну все равно вы же там в поликлиниках тусуетесь. И такое было, да. Ну, там такое, все с юмором. Дело в том, что замечательный режиссер Елена Николаева, Елена Владиславовна Николаева, она дает артистам, не всегда, но когда получается, когда персонажи хорошо, хорошо вошли, и вот хорошо как-то у нас пошло, с Пашей мы как-то взаимодействовали здорово, она нам давала поимпровизировать. И вот очень много каких-то юморных таких моментов, которые мы потом просто, вот у нас сцена там на минуту, допустим, а мы там две минуты что-то там отжигаем в итоге. И очень много этой импровизации веселой. Слушай, а вот мне интересно, технология, как это происходит? То есть вы импровизируете, да, походу, а потом просто... Вдруг оно пошло просто, да. А режиссер убирает просто лучшие какие-то фрагменты, да, из этого? Режиссер не говорит стоп просто, а нас понесло. Ну, как-то вот, это уже там не сразу случается, но в процессе. И вот как бы, и никто не говорит стоп, а мы продолжаем, а нам хорошо, как бы живем в кадре, и все. То есть мы там вот развиваем мысль. Слушайте, а я вот подумала, вот по поводу понесло, у нас очень много общего, в том плане, что мы тоже утром приходим, у нас еще глаза нет. И у нас понесло. И у нас понесло, да, часа на четыре, так что прям нормально. Ну, у нас есть большой плюс, или большой минус, у нас нет режиссера. Нет режиссера. К сожалению, участие нет. Тоже хорошо. Но это не с каждым режиссером так, да, все-таки происходит? Нет, нет. Есть же какие-то вполне себе, конкретно жесткие люди, которые от и до строго по тексту. Во-первых, все зависит от жанра, да, есть какие-то вещи, там, конечно, какая-нибудь там четко историческая, там, не знаю, в стихах, там, не знаю, там. Ну, где просто нет у тебя возможности. Просто нет, да, нет вариантов, и четко нужно проиграть определенный текст, определенный текст. А что, а присталить как раз и пошел в рифму туда дальше? Это другая тема. Гнев и богиня Воспой Ахиллеса Пелеева сына. Йоу, йоу. Мне кажется, прям можно было. Слушай, ну, это первый сериал «Ланцет», а страсть, это тоже... А вот, слушай, давай о страсти поговорим позже, нам сейчас надо прироценироваться. Хорошо, конечно. Ну, подумаем, обсудим все-таки и вернемся в эфир, друзья. Будьте здесь добры. Глубоко в глазах Ивана я вижу, что он сейчас хочет нам рассказать какие-нибудь актерские байки, а все произошло потому, что я ему уже вот говорю вне эфира сразу. Иван, Иван, а бывает такое, что вот в форме идете, а вас принимают за настоящего полицейского и зовут на помощь и так далее и тому подобное. А Иван говорит, ох, сколько таких историй было. И не обязательно в форме полицейского. Но про полицейского, да, была история. Мы снимали собачью работу с Епифанцевым. Мы играли двух оперов с собакой. Иван, если может чуть поближе к микрофтам. Да, двух оперов с собакой мы играли. И вот, значит, полсмены прошло. Мы снимали на одном объекте и должны были снимать на платформе. Платформа — это когда машину ставят на такую платформу специальную, гриппуют там, закрепляют, гриппуют камеры, операторы становятся. И мы едем, нас снимают. Но мы типа за рулем, на самом деле нет. Но все как бы очень естественно и так далее. В итоге платформа пришла не туда, где мы снимали, на другое место. И нужно было срочно переезжать туда, потому что она почему-то не могла приехать. В итоге я, значит, у меня пистолет. Нам, значит, удостоверение выдает специальный человек. Значит, у меня все... Вот, я сажусь на свою машину. Ну, форма, естественно. Да, ну, не форма. Кожаная куртка, у меня пистолеты, значит, все дела. Нормальный пистолет Макарова. У меня удостоверение. Удостоверение кого? Кажется, я был майором Следственного комитета. Чудесно. Да. И вот мы выезжаем, значит, такой, и все коты выезжают дальше. И я проезжаю, и у меня, значит, тормозят ГБДДшники. Я понимаю, что я с пистолетом сейчас вот так вот здесь, прямо в кубыре нормально, в кожаной куртке, не бритой такой, туда-сюда. И слава богу, что у меня есть удостоверение майора Следственного комитета. Как-то так пронесло, что у меня просто достало права, дал, он сказал, все, в общем, свободно, туда-сюда. Вот хотелось бы рассказать, что да, пришлось посветить корочкой и сказать, ребята, сопроводите нас до этого самого, но так не было. Но ёкнуло, конечно, внутри, как подумал, хорошо, думал, удостоверение нас хорошо, нам сказали, сделано они точно, их прямо в специальном ящике привозили с печатями, типа все так. Вот. Была еще история, освященник играл, и причем так вжился в роли, что я играл такого отца, значит, отца Алексея, взял за основу, капеллан был военный, такой батюшка, капеллан, я взял за основу отца Михаила, такого нашего, одного из первых капелланов, который ездил на все чеченские компании в 90-х еще, капелланство возродило в нашей стране, и я приезжал к нему в центральный штаб ВДВ у нас в Москве, и там же у них еще церковь, Илья Амуромца, они его канонизировали в начале нулевых, или даже в 90-х, по-моему. И вот как бы я за ним наблюдал, он мне дал благословение на съемке, в проекте в этом, я вот играл как бы такого вот капеллана со шрамом, как бы, вот, и я вот тогда еще вошел в это состояние, в роль взял этого вот, и в нем как бы пребывал несколько месяцев. Вот я ходил в рясе, все, у меня с бородой, значит, с этим шрамом, и люди массовку подходили, брали у меня совета, спросили благословения, что-то такое, и я спокойно только что грехи не отпускал, потому что, а так я всех благословлял, и реально, и как-то так хорошо, благостно было. А еще на этом проекте я провел обряд крещения. Знаете, что если обряд крещения проводишь, неважно, есть у тебя сан или нет, оно, как бы, считается действительным. Почему? Ну, вот так, ну, считай, если ты обряд провел, его нужно проводить целиком. У меня была попадья настоящая медалья, тетенька, которая, в общем, мы все, в общем, по полному канону, я провел крещение, я крестил ребенка, и есть ребенок, ходит крещенный мной, зовут его Ванечка, собственно говоря. Слушай, тут дети. Он уже, наверное, сейчас лет 12, и надо было вообще узнать, как этот замечательный человек поживает. Может быть, он сейчас нас смотрит и слушает. Да, Ваня. Слушай, Ваня, вот и ван. Да, да, да. Слушай, прям вот последний вопрос на эту тему. Ты сказал, что вот какое-то такое ощущение благостное было, когда ты вот сам обряд этого крещения проводил. Что внутри? Это было вообще, я потом не мог заснуть целую ночь. У меня какая-то связь прошла, серьезно. Это были очень мощные ощущения. То есть это сложно даже объяснить, как это произошло, но мурашки по всему телу, очень мощная энергия прошла насквозь, к которой ты не привык. Люди, которые этим занимаются, одухотворенные, они с этой энергией уже соприкасаются постоянно, а я только на нее вышел и соприкоснулся. Это было очень круто. Очень круто. Да ты даже рассказываешь очень круто, что аж мурашки. Мне кажется, надо как-то с себя прийти теперь немножко. Давайте-ка на рекламу прервемся, а потом вернемся и продолжим. А что вы молчите? А мы вернулись, потому что доброе утро еще раз. Всем, друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ», актер, театр, кино, музыкант Иван Рудаков у нас сегодня в гостях. Иван, доброе утро еще раз. Доброе утро, да. Мы говорим, не переставая за эфиром, в том числе, рассказываем всякие интересные истории. Истории, истории. Мне кажется, вот истории, которые происходят на съемочных площадках, можно слушать бесконечно. И самое главное, они впечатляют, ну, не то чтобы прям больше, чем фильм, но так прям наряду, как будто фильм посмотрела только что я. А мы вам не расскажем, потому что... Слушай, мы хотели поговорить о фильме «Страсть», о сериале «Страсть», который тоже скоро выходит, да? Но прежде я, знаешь, о чем хотел сказать? О другом совершенно. Ты просто вот говорил, снимался вот с этим, актером с этим, с этим было легко. А бывает такое, что ты встречаешься и понимаешь, что партнер вообще не твой. Да, можно не назвать фамилией. Ну вот не можешь, ты, понятно, сценарий сценарием, да, но контакты ты не можешь найти. И вот как ты в таких случаях поступаешь? Да, бывает, был у меня такой случай, не будем тоже называть. Там фамилии немного не обязательно. Мэтры бывают люди со сложившейся какой-то внутренней структурой. А потом тяжелый характер будет просто. Тяжелыми характерами, да, сложными какими-то и так далее. И бывает такое, и на каком-то сопротивлении очень тяжело работать, а нужно в кадре играть близких друзей. Там, не знаю, отца и сына, например. У меня было, я практически сына играл как бы такого, ну, друзей, но как сын я был, да. И было очень сложно. И я, значит, две недели я не знал, чем мне делать, потому что просто как бы такое было, вот прям давление. И я не знал, как мне, вот, так сказать, это все. Я помню, что была очень тяжелая сцена. Значит, и я не знал, что... Ну, нужно было играть там. Я там, в общем, мы в плену, я психую, а, значит, мой партнер, мой партнер меня успокаивает, говорит, все в порядке будет, брат, там, возьми себя в руки. Прямо обниматься, там, что-то такое. А я боюсь, я вообще-то, я не знаю, как вообще подойти к этому человеку, как мне с ним вот это вот на... Я вдруг, я утром, я так и не, я полночи не спал, и думал, 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 что-то ничего не надумал. Ну, утром я подхожу, значит, к нему в вагончик, стучусь. Я говорю, я не знаю, что мне делать. Помогите мне. Только вот, только с вами я смогу эту сцену решить. Ну, как мне ее решить? Вдруг, вдруг все перевернуло. Говорит, давай, заходи сейчас, я тебе помогу. Вот от обратного, я пришел за помощью, я пришел, как вот, типа, будьте моим наставником. И это сработало. И с этого момента все как по маслу пошло. С этого момента, да, пошел контакт. Ну, причем это совершенно искренне было. Искренне, да, искренне. А я просто не знал, действительно, как быть. Я в отчаянии был. Я пришел, говорю, ну, помогите мне. Будьте моим наставником, поведите меня. Вы же крутой, реально. И он говорит, да. И вдруг, да, и вдруг все поменялось. Совершенно раз. И он под крыло, как говорится, на этом проекте. Мы все вот доработали очень круто. Все закончилось удачно успешно. Да, все замечательно, да. Так, а я теперь вот все... Ну, пришлось через свою гордыню переступить, через все вот это, соответственно, все. Это все не имеет значения, когда делаешь настоящее искусство, настоящее творчество. Твое эго нужно выбросить на помойку. Согласна полностью. А вот еще такой вопрос. А если вот не братские какие-то отношения, а вот именно с женщинами, знаете, вот как в «50 оттенков серого», там главный герой все жаловался, что он мог бы изобразить эту страсть лучше, но совсем никакой химии не было между ними. Ага. С женщинами бывало такое, что вот, ну, как-то никак. Слушайте, это хороший вопрос. Давайте его оставим на потом. Давайте. Я думаю, там будет одна, может быть, не одна, но большая интересная история. Женщинам всегда все неплохо. Поговорим об этом чуть позже, друзья, будьте здесь. А мы вернулись, друзья, доброе утро еще раз. Актер театра кино, музыкант Иван Рудаков сегодня вместе с нами. Я вот думаю, мы хотели про страсть поговорить, а ты хотела поговорить про совершенно другие вещи. Нет, нет, наоборот. Это все, наоборот, увязывается. Вот бывает есть страсть, а бывает нет страсти, а работать нужно, и страсть изображать нужно. Как быть в этой ситуации? Ну, бывает так, бывает и нет страсти, а бывает так, что, например, у партнерши есть муж, а вам нужно играть постельную сцену. Иван, далеко от микрофона не выходил. У партнерши есть муж, а вам надо играть постельную сцену. Опять-таки, да, и она зажимается, и сложно, а бывает у тебя есть жена, а тебе надо играть постельную сцену. И все они на площадке ходят. Да бывает так, что жена работает на площадке, и у меня было такое, причем это моя первая постельная сцена в кино, в фильме «Попса». Моя первая жена, замечательная Царина. Она работала в администрации на съемочной площадке. И, в общем, как бы был стресс. У меня и так был стресс. Это первая вообще роль большая. Первая постельная сцена. А еще там у моего персонажа, извините, ничего не получается в постели. Мне как бы, как мужчине этот момент вообще как это так? Не очень нравится. Как-то не очень нравится. Просто я его не мог принять вообще. А тут надо отыграть, как-то там оправдываться. Был стресс кошмарный. А еще к тому же у меня был персонаж загорелый. Я вначале перед съемками позагорал в солярии. А пока мы снимали, месяц-полтора загар как-то спал. Грим делали на лицо. И вот тут меня раздевают. Надо снять постельную сцену. Говорят, о, он белый. Что делать-то? Давайте, короче, грим, грим. Четыре девочки-гриммерши красили меня целиком всего. Гримом покрывали темным. Поскольку грим, он такой, соответственно, знаете, его надо как-то, чтобы он подсох. А нужно время. Это идет в кадр. Надо все. Мы где-то в комнату шаурили, снимали помещение очень дорогое. И какая-то постель там сумасшедшая, какой-то интерьер невероятный. И вот, значит, я помню, я стою, были даже такие фотографии, я не помню, где-то у меня. И я стою, и вот у меня в четыре фена девушки у меня сушат голову. И вот подсушили, и вот закинули меня в эту постель. Все равно, естественно, мы все эти казенные простыни испачкали. Но было весело. Но эта история закончилась хорошо для всех вообще? Да, в итоге, все-таки, в итоге у моего персонажа ничего не получилось, как и должно было быть. Жена была на поле, сказала, хорошо, все ничего не было. Я выхватывал еще год потом от жены, еще премьера, когда все по большому экрану, я выхватывал. Причем она такая, она замечательная, она говорила так, что, типа, Вань, я, говорит, все понимаю, все понимаю, но когда я это вижу, я хочу тебе расстрапать лицо. Я, говорит, я лучше отойду, успокоюсь, сейчас полчаса, говорит, потом приду и все поговорим. Вот истинная женщина, все понимая на лицо расстрапаю. Я, говорит, ну, я просто хочу порвать тебя. Ну, все, извини, я просто, я говорю, да не смотри, пожалуйста. Вообще никогда. Слушай, Иван, мы же хотели попить. Нет, мы хотели к сериалу «Страсть». Давайте, хорошо, давайте к сериалу «Страсть». Валерий, давайте, вы спрашиваете, а я пока захвачу инструментики и принесу их сюда поближе. Прямо сейчас, да, пожалуйста, пожалуйста. Владислав, движение в кадре как органичено. Так вот, значит, сериал «Страсть» тоже выходит на экран. Кого ты там играешь? Я играю, опять-таки, друга главного героя. Милиционера? Опять-таки, полицейского, да. Опа, да такое у тебя? Ну, у меня там такой, есть такие персонажи в фильмах, которые, как бы, там, когда идёт серьёзное кино, драматическое, он немножко юмором оттеняет драматизм. Вот у меня такой немножко комедийный персонаж, который ковыряет карандашом в носу иногда, что-то делает, всё время нелепые какие-то вещи, какой-то такой немножко дурной, такой, как бы, вот он, вот такой товарищ. Ну, то есть, прям к «Страсти» ты как непосредственно там... Непосредственно я к «Страсти» не имею никакого там отношения, я оттеняю эту «Страсть» юмором, как говорится. Снимаю, снимаю пафос юмором. Так, ну вот неспроста же гитара появилась в твоём руках. Да, у нас всё готово, уже инструмент готов, поэтому... Помимо того, что ты актёр, у тебя ещё своя музыкальная группа. Да, да, у меня есть своя группа, называется «Руда». Раньше мы назывались «Семь», теперь мы называемся «Руда». Ну, «Руда» понятно, почему? Руда понятно, почему скромно так, да. Ну, а чего далеко ходить, зачем-то, когда все на поверхности лежат. Да, ну, потом это как бы «Руда» по-старославянски, красная, кровь, рудый, рыжий, красный, да. Иван, скажи, пожалуйста, что за песня будет, как называется? Ну, это твоя песня, естественно. Это моя песня, это новая песня, я посвящаю её одной девушке. Ну, хорошо. Имя? Нет? Ну, за что ты всё выспрашиваешь? Должна быть некая загадка. Должна быть тайна какая-то. Ну, окей, давайте, поехали, слушай. Мои губы целовали её силуэт. Мои мысли ушли сегодня за ней. Ну, а осень исполняет обратный пируэт, Чтоб душа догнала моё тело скорей, А в ногах у неё мои нервы, А в руках моё сердце и печень. И я буду, конечно, не первый, Но вот так вот слегка покалечен. Там чувства мне станут малым, Я падаю с самой высокой скалы. Мои губы провожали её силуэт, Мои мысли ушли сегодня за ней. Ну, а рядом, 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 Рядом кого только нет, Загоняю слепую в пустую своих я коней. А в ногах у неё мои нервы, А в руках моё сердце и печень. И я буду, конечно, не первый, Кто вот так вот слегка покалечен. Там чувства мне станут малым, Я прыгнул с самой высокой скалы. Там чувства мне будут малым, Я падаю с самой высокой скалы. Браво! Я буду, если я даже не тянусь. Как внезапно закончилась песня, Хотелось ещё, чтобы она продолжалась. А ещё у нас будет песня сейчас прерыветься. А вот так лучше не додать немножко, чем передать. Тем более у нас будет продолжение совсем скоро. А ты знаешь, Влад, пока тебя не было, Мы с Иваном придумали новый термин. Поэтический рок. Поэтический рок. А, вот до того рок-поэзии. Давайте продолжим, так очень скоро. Ничего. Прервёмся сейчас и вернёмся, конечно. А, прервёмся, давайте. Слушайте, всё больше и больше интересных фактов тут всплывает. Иван Рудаков, актёр, музыкант, обворожительный мужчина. Он у нас, между прочим, ещё на мотоциклах катается. Он у нас дерётся хорошо. Но сейчас я хотела поговорить о том, Что ты вообще, получается, на актёрскую стезю, Не то чтобы случайно попал, да? Но на тот момент, когда у тебя ещё не было актёрского образования, Ты сыграл в фильме «Попса», потому что? Да, потому что продюсер Михаил Бабаханов увидел меня в студии. Мы работали над музыкой с замечательным композитором Юрой Патиянкой. Я записывал несколько треков. Для этого фильма? Для этого фильма, да, да. И он сказал, вот наш Владик-то бойцов. А мама была очень против вообще изначально моей актёрской карьеры. Да и я не собирался. Говорит, она актёр, это не мужская профессия. Торговая лицом, это не по-мужски. Она говорит, ты серьёзный парень, что ты делаешь? И я говорю, конечно, нет проблем. И я не собирался. У меня было учёвское образование музыкальное. И вот я музыку делал. И когда Миша сказал, говорит, давай, Влада Бойцова, сыграешь у нас. Типа, ты же рок-музыкант. Вот нужно рок-музыканта сделать, ничего играть не надо. Я говорю, Миша, ну за твои деньги, конечно, хоть Вася Пупкина. Только надо уговорить... Получается, играешь сам себя, фактически. Да, да, да. Только надо уговорить режиссёру. Говорит, а я возьму на себя. В итоге я вот как бы сыграл фильм, имел ошеломительный успех. И меня стали приглашать. И я почувствовал, что нужно мне ещё вдогоночку актёрское образование получить. Три образования у человека. Да, Силов Николаевич Шиловский. Я у него поучился на высших актёрских курсах в итоге. И вот это было очень круто. Поскольку мы в Попси вместе снялись, уже как бы заобщались, познакомились. Я позвонил Силову Николаевичу, я хочу к вам. Он говорит, нет, ты старый. 27 лет. 27 лет старый. Кутузов, нам с тобой всё уже. Спокойно. Для того, чтобы получать актёрское образование, нужно ломать. Это как спецназ, актёры. Их надо сломать, а потом из него что-то слепить. А там заставляли, я не знаю, краба на улице изобретить что-нибудь? Ещё было хуже. Ещё хуже, да? Змею на крыше. Нет, дело в том, что там очень много физики, пластики и так далее. Я в 27 лет почти на шпагат сел в итоге. В итоге я поступил, как все басни, прозвы, стихи, все эти туры проходил. Тоже опять-таки бился наоборот, на повышенные, чтобы попасть. Слушай, мы же хотели ещё немножко про спорт поговорить. Это смешанное единоборство, да? Не самый лёгкий спорт. Смешанное единоборство, да. Армейский рукопашный бой. Да, в прошлом году. Как у тебя получилось вообще зайти в эту область? Не знаю, психанул. Я была мечтающая с юности как бы побывать на профессиональном ринге. Этого не случилось. Я так там чуть-чуть боксом занимался, там, пацаном, ну, совсем полгода. Ну, в общем, короче, не было у меня нормальной школы. И тут как-то случилось так, что не было какое-то время работы, там, полгода. И я не могу сидеть ровно на одном месте. И я, у меня был, вот, и есть замечательный тренер Алексей Попов, очень хороший мой друг сейчас. И я к нему пришёл, говорю, давай сделаем какой-нибудь проект мощный. Сможешь меня вывезти за полгода на профессиональный ковёр? Вот будем, я, что скажешь, то и буду делать. То есть ты сразу хотел серьёзно профессионалить? Да, ну, вот, ну, как бы так. Подожди, это сколько лет тебе было? Это было вот в 38. То есть в 27 ты сел на шпагат, а в 38 ты? Да, вышел на Кубок Москвы по армейскому рукопашному бою и там победил один бой. Это просто обалдеть. Да, вот, в итоге, через полгода. Но сначала я, конечно, проиграл на открытых коврах, были там падения, взлёты, была целая такая короткая карьера. Сейчас мы продолжаем. Вот, ездили, тренировались в Севастополе к ребятам, к армейским. Вот, кстати говоря, хочу передать привет моему другу Николаю, который сейчас на передовой у нас бьётся, сражается за нашу Родину. Позывной Малой и всем пацанам, кто с ним сейчас рискует жизнью, каждый день, парни, держитесь, главное, возвращайтесь живыми. Мы с вами, вот. Слушай, ну, по поводу вот твоего спортивного, настоящего уже, да? Да. Всё-таки, смотри, ну, физика тела, это понятно, а характер-то обменялся как-то? Хорошее, очень, очень, ну, как, я вообще, я человек, как бы, упорный и... Нет, скажем так, тебе тяжело бить людей? Тяжело. Тяжело? Да, это нужно преодолевать, но здесь, как бы, это всё-таки спорт. Всё-таки это спорт и это, как сказать, когда ты выходишь на ковёр в ринг, это как роль, опять-таки, я к этому так отношусь. Ты некое надеваешь, некие, так сказать, на себя персонажа, да, и ты, как бы, становишься бойцом. Смотри, твоя ещё одна ипостась. Ну, ещё одна ипостась, да, то есть сейчас мы выходим на более серьёзный уровень, будем драться уже ММА, К1, уже весной, может быть, будет бой. Слушайте, а вот в этих борцовских кругах, там же принято друг друга подначивать и в интернете, и перед этим, ну, так сказать, чтобы зажечь искру ненависти вот этой вот... А у вас практикуется такое? Ну, меня ещё так конкретно никто не подначивал, но посмотрим. Слушай, может, я ну и к лучшему. С чем нервы-то мотать заранее? С чем он закончится? Слушай, у нас осталось 40 секунд, я хотел, чтобы ты, знаешь, обратился к начинающим актёрам. Буквально прям 10 секунд. Вот, знаешь, кастинги бесконечные, ничего не получается, нигде не берут, что как не опустить руки вообще? Не опускать руки никогда, потому что кастинги — это совершенно нормальные пробы, актёрские пробы, это нормальная актёрская жизнь, друзья. И именитые артисты туда очень часто не проходят тоже, да? Именитые артисты проходят, да, да. Есть, конечно, роли, которые прямо на артиста пишутся, но очень часто мы ходим сами уже, так сказать, имея какой-то большой стаж, имея медийность какую-то определённую, ходим, приходим к режиссёрам, мы говорим, узнали, что идёт проект, какой-то знакомый... Хорошие слова правильные, я думаю, они сейчас... Приходим и говорим, да, хотим сниматься, берите нас, берите. Иван, мы заканчиваем. Мы сделаем это круче. Иван Рудаков был сегодня сюда, Иван Большой, спасибо, приходите. Спасибо большое. Спасибо вам, зайдите, зайдите. Пока, честно.